Бразилия бастует Бразилия бастует. Около 45 миллионов человек вышли на протесты против пенсионной реформы. Да, у них то же самое хотят вести. Но у них сразу 45 миллионов, не человек, 45 поштучно, а миллионов вышли в протестном движении против реформы. В результате акции протеста оказалось частично перекрыты дороги и прекращена работа общественного транспорта. Массовые протесты и забастовки против пенсионной реформы произошли в пятницу во многих городах Бразилии. Протесты начались перед самым началом футбольного Кубка Америки, который проходит в южноамериканской стране и охватили, по сообщениям СМИ, порядка 300 городов страны. Друзья, а у нас как с этим делом? А у нас как протестуют люди? Ну да, в интернете языком. Они стали первой массовой акцией, которая объединила крупнейшие профсоюзы с момента начала правления Жаира Болсонару в начале этого года. Бразильский законопроект о пенсионной реформе направлен на восстановление государственного бюджета и оживление слабеющей экономики. Однако некоторые свои общества выступают против повышения минимального пенсионного возраста с 54 до 65 и налогов с трудящихся. То есть в Бразилии хотят сделать то же самое. Возраст пенсионный повысить и еще налоги. И все это с людей. Не за счет олигархов страны, не за счет наркомафии, которая там тоже гуляет вовсю, а именно за счет простых людей. Это легче. Простое стадо людей, оно молчаливое. Ну так думали бразильские руководители. Однако, когда они это объявили, то оказалось, что 45 миллионов. Вы даже себе представить не можете. Посмотрите, сколько поднимает Навальный, сколько поднимает коммунистическая партия. Ну по тысячам будем считать. А здесь 45 миллионов. Всего в забастовке участвует порядка 45 миллионов трудящихся. Многие из них вышли на улицы в 27 штатах страны. В пятницу имели место марши перекрытия дорог. Частично не работал общественный транспорт. Также произошли отдельные столкновения в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Фосду-Игуассу. В муниципалитете Нитерой автомобиль въехал в толпу людей в ходе марша протеста. Два человека получили легкие ранения. Больше всего людей вышло на улицы в крупнейшем городе Сан-Паулу, где в пятницу вечером матчем Бразилии и Боливии стартовал Кубок Америки. В городе отмечена большая концентрация туристов, которые попали в сложную ситуацию в связи с частично неработающим общественным транспортом. Но вы представляете, вы приезжаете в Бразилию на курорт отдыхать, и вдруг забастовки, протестные движения по всему миру сегодня идут какие-то забастовки. Народ против существующего режима управления народами. Потому что весь существующий режим народами направлен на то, чтобы отобрать у людей деньги, заставить работать в поте лица, не видя другой жизни. И в это же самое время отбирать, отбирать у людей деньги. Потому что забор у людей денег и крови – это управление наше сегодняшнее. Оно по-другому не способно, оно не может по-другому управлять народами, потому что они не знают, как заставить людей работать за деньги. Потому что без денег народ работать не будет. И в то же самое время надо народу лишить этих денег. Лишали за счет рекламы, за счет продажи товаров, потребления. Но сколько можно потреблять этих товаров? Вы что, каждый день будете менять стиральную машину? Не будете. Вы каждый день покупаете плиту или холодильник? Тоже вы не делаете это ежегодно даже, вы этого не делаете. Поэтому все товары потребления абсолютно с завышенными ценами бижутерия, то есть изделия из золота и бриллиантов, они же не стоят столько. Но нужно их сделать настолько дорогими, чтобы они забирали деньги у тех же самых бизнесменов, которые будут работать еще больше, чтобы подарить жене, любовнице, дочери очередное колье из бриллиантов. И эти тоже люди попадают в систему рабства. Все люди на нашей земле рабы. Только вот кто хозяин? Все богатые люди, которые дают работу беднякам, они думают, что они хозяева нашей жизни. Однако же жизнь и практика показывают, что они тоже рабы на галерах. А кто хозяин нашей жизни? Может быть, вы мне подскажете, друзья, кто хозяин нашей жизни? Давайте поговорим на эту тему. Это интересная тема, когда вы можете развить и рассказать свои мысли на этот счет. Только не говорите в комментариях, ну вы же знаете, ну вы же там догадываетесь. Нет, давайте мы ни о чем не будем догадываться. Мы ничего не знаем. Рассказывайте так, как есть. Не говорите мне о 22 иерофантах, которые правят миром. Потому что 22 иерофанта, это взято было когда-то у меня. Из моей статьи, которую я написала в 2004 году. О 22 старцах. В 2008 году я эту статью озвучила на заседании «Небополитиков». И в 2008 году я напечатала эту статью в журнале «Президент», «Парламент», «Правительство». Поэтому все эти факты о 22 иерофантах взяты у меня из моей статьи. И когда мне начинают это говорить и тыкать в нос, что вы же вот не знаете, что 22 иерофанта нет, друзья. Вы можете их назвать иерофанты, я их назвала старцами. Какими я их видела, такими я их и назвала. Может быть, это иерофанты, но я их видела в образе старцев. Поэтому я о них и рассказала. О 22 старцах, которые правят миром. Причем я подчеркнула, что количество их меняется. То 21, то 22. И это тоже сакральная деталь управления старцев на Земле. И в этой связи хотела бы попросить вас не ссылаться на то, что уже из моей статьи когда-то выдрано было и уже ходит по интернету как чье-то собственное мнение. Когда оно взято у кого-то и человек не входит в детали и не понимает сути, то вы никогда не добьетесь правильного осмысления темы. Потому что осмысление темы, оно не происходит, если вы заимствуете продукт у кого-то. Вы попробуйте сами осмыслить это и рассказать, что с нами не так, что с нашим управлением жизни не так. Почему все народы мира начинают протестовать против той жизни, в которой они живут. Нет, Россия практически не протестует. Вот Шиас вышел, Шиас стоит, да. Это накаляют обстановку, для своих целей накаляют. Государству это выгодно. Сегодня накал обстановки там, с одной стороны. А с другой стороны, другие города не поддерживают. Да им плевать, что будет в Шиасе. Им плевать о том, что помойка всего мира будет завтра в нашей стране. Они не просто думают там, что куда-то они с внуками уедут. Нет, они просто ни о чем не думают. Они хотят жить в мире, как они думают. Но кто им даст, друзья, жить в мире? Они ведь просто не понимают, где в каком мире они оказались. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Сегодня 9 июля 2019 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok